Всем привет! Вы снова на канале Берестов Тим, где мы разбираем технику выполнения тяжелоатлетических упражнений. И сегодня мы разберем, что же такое швунг-жимовой. Сегодня мы разберем швунг-жимовой толчковым хватом. И прежде чем мы начнем объяснение, мы вообще разберем понятие, что же такое швунг-жимовой и для чего это упражнение нужно. Все упражнения, которые мы делаем, подсобные, силовые, мы делаем для того, чтобы улучшить наши классические движения. Рывок классический и толчок классический. Вот швунг-жимовой нужен для того, чтобы улучшить наш толчок из груди. В самом названии заложена суть этого упражнения. Швунг-жимовой. Швунг, это значит мы выталкиваем штангу наверх. Жимовой, это значит мы прожимаем дальше штангу, не подседая под нее. То есть первая часть упражнения у нас направлена на то, чтобы отработать подсед и выталкивание штанги наверх. А вторая часть у нас нужна для того, чтобы укрепить плечевой пояс. Положение штанги на груди. Хват мы делаем такой же, как и при толчке классическом. То есть чуть шире наших плеч или на ширине плеч. Мы с вами уже разбирали, что хват мы изначально делаем на ширине плеч, а потом вы уже индивидуально, каждый для себя подбираете, какой хват вам больше подойдет. Более подробный этот момент вы можете посмотреть в одном из наших предыдущих выпусков, где мы разбирали толчок с груди. Положение штанги на груди. Штанга должна плотно лежать на плечах, на ключице и на ваших ладонях. Обратите внимание, как штанга должна лежать полностью в ладони. Не опускайте и не освобождайте ладонь, чтобы у вас гриф штанги ложился на пальцы. Это уже неправильное положение. С этого положения очень тяжело выполнить движение, особенно движение швук-жимовой. Потому что когда вы будете выталкивать, вам надо будет штангу перебирать и перекатывать на ладонь. Это уже не совсем, так скажем, четкое движение. Итак, полностью держим в ладони. Локти у нас как бы разворачиваем и опускаем немножко вниз. Сильно не опускаем локти, чтобы штанга... Видите, я сильно локти опустил, и штанга у меня уже имеет опору только ладони и ключицу. Поэтому смотрите, чтобы... Нужно штангу локти опустить так, чтобы плечи развернулись и имели опору для грифа. Вот ваше самое как бы правильное положение штанги на груди. Дальше. Положение корпуса. Поднимите диафрагму. То есть не надо делать вдох. Этого не нужно делать. На полувдохе вы просто стараетесь поднять грудную клетку и втянуть живот. Вот вы диафрагму подняли. Тем самым вы еще больше создали внутрибрюшное давление и еще больше создали опору для штанги. Напрягли поясницу. Таз немножко отвели назад. И вот это положение уже при котором вы готовы делать, начинать движение швунг-жимовой. Да, и забыл вам сказать еще про один момент, когда вы держите на груди. Про положение головы. Немножко голову приподняли и отвели назад. Тем самым мы дали пространство движения штанги ровно наверх, чтобы мы не обводили голову. Итак, голову чуть-чуть приподняли и подбородок втянули в себя. Вот мы уже готовы начать движение швунг-жимовой. Еще раз вам напоминаю, что все движения подсобные мы делаем для того, чтобы максимально приблизить к классическим упражнениям. Поэтому положение штанги на груди при выталкивании, оно будет абсолютно такое же, как и положение при выталкивании штанги при толчке. И вы также можете посмотреть предыдущую серию про толчок с груди, где там подробно все описано. Дальше мы приступаем к выталкиванию. Все то же самое. Таз оттянули назад, диафрагму подняли, почувствовали опору. Подсед мы делаем плавно вниз и мощно вверх. То есть не торопитесь, не дергайтесь. Спокойно, плавно и выталкиваем. Давайте отдельно разберем выталкивание, отдельно уже разберем момент дожима. Еще раз. Садимся так, как будто сзади у нас стоит стул. Сейчас объясню, для чего это. Когда вы представляете, что сзади у вас стоит стул, то вы наиболее правильно начинаете садиться. То есть что такое наиболее правильно? Вы распределяете вес тела именно в тазобедренный сустав. Тазобедренный сустав у нас, вот эти мышцы, они, вот это сплетение, оно самое сильное. Поэтому его нужно использовать. Очень многие делают ошибку, подседают в колени. Тем самым, во-первых, разгружая и используя не самые сильные мышцы. Тем самым, можно получить травму ненужную. И достаточно не будет сильного выталкивания наверх. Еще раз. Сзади представили, как будто у вас стул стоит. И садитесь на стул. То есть чуть-чуть оттягивая таз назад. При этом, смотрите, чтобы вы не опускали корпус вперед. Вот такого положения тоже не нужно допускать. Корпус остается ровным. Самое важное в швунге жимовом, это момент переключения. Выталкивание и подхватывание руками до жим. Если вы начнете слишком рано давить руками, то получается, что вы выключите из работы сильные мышцы, мышцы ног. И вы слишком рано начнете жать. Тем самым, большой вес вы уже не сможете сделать швунг жимовой. И вторая ошибка. Слишком поздно подхватываете руками. То есть слишком поздно происходит переключение. После выталкивания подхват руками. То есть вы выталкиваете, штанга летит. И только после этого вы пытаетесь ее прожать, а она уже давит и летит вниз. То есть здесь должно произойти все, так скажем, синхронно, одно за одним. Подсет, выталкивание, штанга начинает взлетать вверх. И тут же мы начинаем подхватывать и прожимать ее. Не раньше, не позже. То есть если вы начнете прожимать ее здесь, то вы уже момент выталкивания утеряете. Если вы ее начнете прожимать выше, то она уже начнет, уже ход штанги пойдет вниз. То есть здесь внимательно. Вытолкнули и тут же подхватили, прожали. Итак, этот момент, естественно, как и все наши упражнения, он дается практикой. Чем больше вы будете делать это упражнение, тем, естественно, больше и лучше у вас будет оно получаться. Итак, давайте с вами еще раз разберем ошибки, которые могут встречаться в этом упражнении. Положение штанги. Если у вас штанга лежит не в ладони, на пальцах, это не критическая ошибка, но тем не менее она может повлиять на ваше движение. Ошибка. Если вы слишком низко опустите локти, то штанга перестает лежать на плечах, и вы теряете опору. Ошибка. Если вы слишком далеко даете подбородок, вперед, тем самым вам приходится при выталкивании штангу обводить. Подсед в колене. Часто встречающаяся ошибка. Одна из встречающихся ошибок при выталкивании, это слишком далеко отпускаем штангу от себя, и штанга летит по дуге. Это очень часто встречающаяся ошибка. То есть показываем, мы ее выталкиваем, и штанга летит сюда, и только после этого мы ее заводим за голову. Вот здесь вот эту траекторию, смотрите внимательно, чем ближе она к центру... Центр тяжа снизу. То есть стараемся штангу направить не от себя, а максимально по прямой вверх, с таким, можно сказать, даже по траектории за голову. То есть мы направляем вверх и заводим штангу за голову. Давайте еще раз берем две ошибки. Одна из которых – очень сильное отведение спины назад. И при этом движении можно легко получить травму спины. Это когда вы штангу выталкиваете, у вас не хватает сил прожать ее, и вы начинаете ее как бы отклоняться назад. Тем самым наносите огромную, большую нагрузку на поясницу. Еще раз. Отклоняйтесь. Как знаете, в старые времена, когда делали жим стоя, такая советская техника была, штангу, брали, отклонялись и еще раз отклонялись, чуть ли не вставали на мост. Но при этом, конечно, большая травмоопасность была. Поэтому следите, чтобы спина у вас была ровно, не отклонялась сильно назад. И еще один нюанс, на который, ну, наверное, больше надо уделять внимание именно новичкам. Смотрите, когда вы делаете швук жимовой, начинаете прожимать, и потом сил не хватает, и вы чуть-чуть подсаживаетесь под штанг. И многие считают, что это, особенно еще раз акцентирую, особенно новички считают, что это тоже швук жимовой. Так вот, если все-таки вы под штангу подсели второй раз, это уже другое упражнение, это уже швунг толчковый. Его мы разберем в следующий раз. Движение силовое. Движение, не сказать бы, что очень сильно техничное, но тем не менее, вы видите, что очень много встречается ошибок, поэтому тоже нужно учиться и тоже внимательнее относиться к этому упражнению. Есть два варианта выполнения этого упражнения. Ну, так скажем, классический вариант выполнения швунг жимового. То есть мы подседаем, спокойно, плавно швунгуем, и обратите внимание, я в момент выталкивания выхожу на мысочки. То есть я подключаю абсолютно все мышцы своего организма. Я настолько сильно срабатываю ногами, что меня выносит, и я еще дополняю работу голеностопов. Но есть еще один вариант выполнения такого упражнения, швунга жимового, более, так скажем, силовой. Его тоже многие тренеры дают в своей практике, объясняя это, что здесь такое движение более силовое, чтобы спортсмен как можно дольше прочувствовал опору на полной стопе. То есть мы делаем швунг жимовой и стараемся не выходить на мысочки. То есть не то, что не стараемся, а совсем не выходим на мысочки. При выполнении этого упражнения именно таким способом вы не поднимете больше килограмм, а поднимете даже меньше. Но при этом выполнении упражнения вы сохраните правильное движение. Друзья, сегодня мы с вами разобрали упражнение швунг жимовой. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А также напоминаю вам, каждый из вас может записаться к нам как оффлайн, так и онлайн. И тренироваться вместе с нашей командой, командой Перестов Тим. Все, всем хороших тренировок. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok